Хай-хай, ребятки! Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Я рад вас приветствовать. Сегодня мы окунёмся в мир Wasteland Survival. Ну что ж, давайте начнём своё развитие в этой игре и посмотрим, куда нас это приведёт. Так, ну что ж, дорогие мои друзья, сегодня мы отправимся в очень удивительное место, место, в котором я ещё ни разу не был. Мне очень интересно, были ли вы там. Если да, обязательно напишите об этом в комментариях, это очень важно. Напишите, какие ресурсы вы оттуда принесли и насколько там сложно. Мы отправляемся в разбитый дилижанс. Это что-то по типу разбитого самолёта, разбитого каравана и тому подобных названий в таких же играх, как Wasteland. Мы отправляемся туда и это означает, что оттуда мы должны, ребят, принести очень-очень много крутого и ценного ресурса, понимаете? Здесь мы сможем, по крайней мере я на это надеюсь, найти и доспехи, и оружие, ну и, конечно же, еду. Я еду люблю. Я не знаю, как ты, конечно, но я еду просто обожаю. Поэтому, если ты согласен со мной и ты тоже любишь покушать вкусную еду, то обязательно напиши об этом в комментариях. Я это оценю и, конечно же, отвечу тебе. Почему-то на некоторых кактусах я могу собирать ягоды, на некоторых не могу. Очень как-то странно распределяется всё это дело. Я углубился уже довольно сильно внутрь, и вот только сейчас я замечаю первый сундук. Давайте откроем его. Это разбитая повозка и посмотрим, что же в ней есть. Так, а здесь, смотрите, и защитная куртка, и защитная шляпа. Здесь у нас керосиновая лампа, бронзовое кольцо, простое украшение. Так, цепи и металлоломушка. Любопытно, если честно, интересно. Пошли дальше, посмотрим, что у нас есть ещё. Так, я так понимаю, мне придётся ещё углубиться. Так, собираем и попутно ягоды, потому что ягоду я упускать не хочу, но всё-таки она мне, я думаю, пригодится рано или поздно. Так, я вижу, там животное. Это зайка. Зайка, ну прости меня, пожалуйста. Такова у тебя судьба, зайчонок. Так, и здесь просто невероятно большое количество сундуков. Я думаю, вы уже успели увидеть это. Но я хочу попутно ещё и веточек пособирать. Я их, конечно, скорее всего сброшу. Они мне не нужны с этой локации. С этой локации гораздо ценнее будет принести какие-то крутые ресурсы. Но уровень-то поднимать тоже надо, правильно? Развиваться в игре нужно, поэтому грех не пособирать то, что поднимает тебе уровень. Так, этот кактус я не могу собрать, но я вижу, там ещё пару растений. И совсем скоро, дружище, тебе нужно немножко подождать. И мы... Так, вот, шерстяной волчара. Совсем скоро мы отправимся открывать крутые сундуки. Так, надо убить только этого пса. Вот так вот. Хорошо, нужно забрать его мех и зуб. Хорошо. Зубы, это хорошо. Так, ещё один зайка, которого я убью. Бум. Хорошо. Блин, мне прям жалко этого зайка, потому что я его валю. С таким размахом, с такой битой, это прям, не знаю, живодёрство какое-то. Забираем вот это всё мелкое. Сейчас я его даже, скорее всего, выброшу сразу же, чтобы оно не мешало мне здесь нигде. Так, это тоже возьму. Всё, поехали, приступаем. Первый. Нет, второй. Второй сундук, который мы открываем. Ядрён батон. Боже мой, тут столько ресурсов. Всё, я понял. Ребят, мы с вами в большой заднице. Потому что здесь невероятно большое количество ресурсов. И мне их некуда просто уложить. Так, хорошо. Мяско я всё вот это обычное сброшу сразу же, кроме, не знаю, кроме чего, если честно. Потому что всё надо. Вот только шерстяную шкуру одну оставлю пока что. И то, в зависимости от того, что нас ждёт дальше, я буду выбирать, оставлять или нет. Так, открываем второй. Так, вот у нас и жареная рыба подлетела. Пожалуйста. Так, верёвку брать не нужно. Верёвка это не редкий ресурс. А ягоды нужно покушать. У меня там как раз-таки вроде голод был. А рыбу я, наверное, помещу сразу сюда. Следующий сундук. Смотрим, что у нас здесь. Я уже в привкушении. Так, керосиновая лампа это хорошо. Это означает, ребятки, и вот кужаные ремни. Просто боба. Керосиновая лампа означает то, что я смогу скрафтить голубятину. Потому что на голубятину нужны были керосиновые лампы. Так, вот у нас ремингтон. Отлично. Удобный револьвер, который станет верным другом в приключениях. Супер просто. Так, это что-то новенькое. Так, что это у нас за ресурсы вообще? Это плотная ткань. Так, виски, я не знаю. Минус еда 5. Питьё 5. Постепенное лечение до 50. Охренеть. Полная фляга воды. Я выпью просто флягу воды. Это я сброшу. Хорошо. Идём дальше. Так, ну что. Первая крутая пушка уже у меня в руках. Так, что у нас здесь? У нас здесь вроде ничего крутого нету. Есть обработанная кожа. Это проволока и бутылка с водой. Пустая фляга, точнее. Я не знаю. Наверное, я пока что ничего брать не буду из этого. Ну, металлолом я могу сбросить, поменять на проволоку. Но я не уверен, что это того стоит. Вот так вот разве что. Хорошо. Пошли дальше. Смотрим. Я просто не знаю, на сколько цена на данном этапе. Вот эта меховая шкура. Так, что это такое? Тревяной настой. Лечение 100%. Это наши аптеки любимые. Это всё мелкое. Это хрень. А вот это надо, наверное, брать. И, наверное, брать будем вместо металлолома. Так. Хотя металлолом переправляется в слитки. Мне вот пишут. Это тоже очень круто. Так. Там дерево стоит. Как мне забрать тот сундук, если там стоит дерево? Так. У нас новое оружие. Нож-байонет. Штык-нож даже в отдельности от винтовки предоставляет большую угрозу. Ядрён, батон. И куда мне всё это дело ложить? Так. Тут постепенное лечение. А что у нас рыбка даёт? Рыбка у меня не здесь. Так. И у нас здесь железные слитки. И я не знаю, что делать. Друзья. Серьёзно. Сейчас начинается момент, когда тебе нужно что-то выбирать. И ты действительно такой... Болей, на что же выбрать? Так. Хорошо. Я всё-таки смог выбрать этот сундук. Давайте посмотрим, что там пойдёт в нём. Так. Ну, здесь у нас мелкие ресурсы. Здесь ничего особо ценного. Идём дальше. У нас последний вроде как. Всё. Ну, тогда мы не особо много сейчас и потеряем. Так. У нас ещё одно оружие. Так. Нож Бобби. Лучший нож, который может позволить себе житель Дикого Запада. Это самое крутое оружие, нам говорят, которое есть в игре на данный момент. Хорошо. Мы заменяем его на бутылку. Так. Керосинку я забираю. Там у меня рыба лежит. Проволоку я не смогу, наверное, ни с чем взять. И всё остальное. Майку я могу майку выбросить, в принципе. Почему нет? Это мы можем скушать. Майка это самая простая. Она не особо много, если честно, добавляет. Так. И что нам? Золотое кольцо дает. Очень красиво украшением. Так. И бронзовое кольцо. Простое бронзовое кольцо. Так. Тогда я возьму лучше вместо простого бронзового кольца, наверное, слитки. Почему-то мне кажется, что это будет гораздо круче, чем вот эти бронзовые кольчики. И ценнее. Возможно, я ошибаюсь, друзья. Я этого не отрицаю. Но вот я решил, что я сделаю в этот раз именно так. Вроде бы все сундуки мы собрали. Можно уходить. Блин, посмотрите, как круто смотрится черная куртка на мне. Она невероятно крутая. Вот внешний вид черной курточки. И он просто заставляет меня восхищаться ею. Вновь и вновь. И давайте посмотрим, что мы смогли притащить, ребят. Так. С этого похода мы... Давайте вот так вот сделаем. Чтобы выглядеть максимально круто. Ага. В перемещении нельзя менять одежду. Очень жаль. Я бы хотел поставить эту пушку все-таки. Так. Мы смогли притарабанить с собой. Раз. Два. Три. Оружие. Два из них. Это оружие ближнего боя. Одна огнестрельная пушка. Причем, ну, пушка нам говорят очень крутая. А помимо этого у нас раз, два, три доспеха. Да, они разбитые, но тем не менее. Нашли много еды. Нашли много хилов. И, как я и говорил, редких ресурсов. Я лично доволен этим походом. Надеюсь, ты тоже. Обязательно напиши, что тебе выпадало. И у тебя был лучше лут, хуже лут или такой же. Это очень интересно. С вами был Борода. Всем спасибо. Пока-пока.